Ассаламу алейкум! В эфире телеканал ННТ новости Дагестана в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Новый двор старого дома. В Махачкале еще одной благоустроенной территорией стало больше. Рис хорошо, но гориса еще лучше. Как проходит уборочная кампания зерновой культуры в северной зоне республики узнавали наши корреспонденты. Мастер-класс от олимпийских легенд. Для чего в Дагестан приехали известные спортсмены страны, расскажем в спортивном блоке выпуска. Два человека погибли и один пострадал в результате аварии в Новолагском районе. ДТП произошло на автодороге Хасавюрт в Солнечное. 60-летний водитель машины Мерседес не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта. В результате пассажир Гранты, 21-летний молодой человек от полученных тяжких телесных повреждений скончался в карете скорой помощи. Оба водителя с различными травмами были доставлены в ближайшие медучреждения. В последующем владелец иномарки скончался в больнице. Риски ввоза в Дагестан опасных карантинных объектов высоки. Об этом сообщает Россельхознадзор. Кавказским межрегиональным управлением ведомства с начала текущего года проконтролировано более 500 партий лесопродукции и пиломатериалов, завезенных из регионов Российской Федерации в республику. Появление в регионе такого груза может стать причиной распространения в лесных насаждениях опасных вредителей, таких как пихтовый сибирский шелкопряд и другие. Под карантинный груз возился из Вологодской, Иркутской, Кировской, Свердловской областей, а также из Красноярского края и Республики Коми. В основном поступали пиломатериалы. Кроме того, в числе транспортированных лесопродукций были древесно-упаковочные материалы, деревянные ящики, обрешетки, стойки и так далее. Всего более 35 тысяч километров. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, красно-инспекторами выявлены случаи неизвещения территориального управления Росрехознадзора, а доставки подкарантинного материала. Мобилизованные махачкалинцы отметили свои проводы зажигательной лесгинкой. Среди отправляющихся на учебный полигон были и двое добровольцев из числа работников городской администрации. Это начальники отделов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Проводить резервистов пришел и Салман Дадаев. С каждым градоначальник побеседовал лично, пожелал им скорейшего возвращения, а также вручил рюкзаки с необходимым обмундированием. Хочу сказать, что на самом деле сегодня, глядя на вас, меня переполняет чувство гордости. Я подошел, пообщался с каждым из вас и увидел, каким чувством достоинства и патриотизма вы исполнены. Абсолютно понимая цели и задачи специальной военной операции, которую президент объявил, и почему сегодня нужна мобилизация. Едем выполнять долг. Хотя находились мы на спецучете, нам была оформлена бронь на год, но мы извили желание в дорольном порядке выехать в зону спецоперации. Новый двор после капремонта. В торжественной обстановке территорию дома номер 6 по проспекту Имама Шамиля презентовали жителям. Площадка давно нуждалась в реконструкции. Горожане неоднократно обращались в администрацию столицы с просьбой благоустроить участок. Мэр Махачкалы отметил, что в этом районе проживает большое количество детей, за безопасность прогулок которых могут теперь не переживать родители, поскольку все игровые и спортивные снаряды установлены на специальном покрытии. Когда мы приехали еще летом прошлого года в этот двор, посмотрели, на самом деле очень такое удручающее состояние двора было. Никакой радости для детишек здесь он доставлять не мог. Все заставлено машиной и машинами еще непонятное состояние. Мы пришли к такому году, что для наших детей, которые очень в большом множестве проживают во всех этих домах, которые прилегают к данному двору, было бы неплохо создать здесь такое благоустройство. И сегодня счастливые лица этих детей являются подтверждением того, что мы правильно подошли и запланировали здесь именно такой маленький подарок для маленьких махачкалинцев. Ваш запрос мы реализовали потихонечку после Махачкаля, иншалла мы будем вот такое благоустройство выполнять. Был очень нехороший двор, вообще дороги нехорошие. Сейчас очень красиво стало. Спасибо вам большое. Благодарим всех, кто участвовал в этой работе. Будем стараться поддерживать то, что вы сделали. С соседних домов к нам приходят здесь играться, кататься. Мы отдыхаем здесь, садимся, будем летом чай пить беседки. Отметим, что всего в текущем году в Махачкале благоустраиваются 23 дворовых территории. Республика Дагестан сохраняет первое место по производству молока в Северокавказском федеральном округе. Регион обошел ближайшего соседа Ставропольский край и за 9 месяцев этого года произвел около 700 тысяч тонн молока. Третье место заняла Кабардино-Балкарская республика. В группе лидеров Дагестан и по выращиванию риса. По урожайности республика занимает второе место в России, уступая только Краснодарскому краю. Основные пассивные площади культуры сосредоточены в северной зоне. Как проходит уборочный этап в хозяйствах Кизлярского района, расскажет Патимат Ханабова. Тяжелая техника утюжит волны озимых. Комбайнеры бороздят гектар за гектаром. На полях Кизлярского района продолжается уборка. Пришло время риса. Для этой культуры год оказался хорошим. Сейчас для аграрии важно все, что вырастили, убрать и переработать. Рис – это самая многопродуктивная культура, которая из нее изготавливает лузу, крупу, масло. У нас общая площадь была 2350 гектар. На сегодняшний день осталось 500 гектаров у нас. Я думаю, что мы, если мы в день будем убирать по 50 гектаров в день, к концу месяца уборку риса завершим. Несмотря на проблемы, мы начинаем уборку с самого утра, если росы нет. И освещение есть на комбайнах, и ночь работаем до тех пор, пока роса не упадет. Когда роса упадет, уже работать невозможно. Потом останавливаемся. Потому что большие потери. Территория этого хозяйства – одна из самых крупных в Кизлярском районе, где в основном и выращивают рис. Из 30 гектаров, расположенных на территории Дагестана, 17 приходится на муниципалитет. Уборку намерены завершить к концу месяца. Аграрии говорят, они не упускают ни одного погожего часа. Конечно, сегодня темпы работ немножко занижены. Это связано с погодными условиями. Вы знаете, осадки, частые осадки нам не разрешают выводить комбайновый парк, полностью и проводить уборочные работы. Осенний период и результаты нашей работы полностью будут зависеть от погодных условий. Ну, хотелось бы, чтобы наши сельхозтоваропроизводители, рисоводы, тоже знали значимость сезона и ловили каждый погожий день. И привлекали комбайны. И надеемся, что мы хорошие погодные условия управимся в сжатые сроки. В среднем в Кизлярском районе намерены получить не менее 50 центнеров с гектара. Все это благодаря применению агротехнологии, колоссальной работы по ремонту миллиардных сетей. Это важно, ведь рис – одна из водозатратных культур. А в этом году в Дагестане ожидают рекордный урожай белого зерна – до 135 тысяч тонн. По тематам Анапова, Дагасану, Новости ННТ, Кизлярский район. Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России. В Махачкале прошла акция Российского союза спортсменов. Медалисты Олимпиад по вольной борьбе, гимнастике и фехтованию поделились с молодежью секретами своего мастерства и ответили на интересующие вопросы. О том, как все было – в сюжете Курбана Рагимова. Небольшие спортивные хитрости, коронные приемы и тактические уловки. Об этом не узнаешь на обычной тренировке и не прочитаешь в учебнике. Такими секретами могут поделиться только настоящие мастера. На ковре олимпийские чемпионы Давид Мусульбес и Хаджмурад Магомедов. Юные борцы столичной школы имени Гамида Гамидова следят за каждым их движением. Визит титулованных спортсменов в республику – часть всероссийского проекта «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Что значит «Российский союз спортсменов»? Это тот посыл новому поколению, прееменность, единство. То, что мы можем поделиться и пожелать, и быть полезным не только спортсменам, но и родителям. Потому что необходим именно вовремя посыл, правильный стенировочный процесс, психологический, либо воспитательный, чтобы присутствовал у каждого спортсмена, как культура и основа всех начинаний. Российский союз спортсменов каждый год проезжает более 45 регионов, посещаем разные школы, малые города, все виды спорта, все чемпионы разных видов спорта. Сегодня очень важно общение с молодежью, общение с детьми. И тем более, кто никак, как вот такие люди, которые прошли через тяжелый труд, потому что большой спорт и добиться больших успехов – это большой труд. И сегодня эти люди, которые это все прошли и знают, через себя пропустили, находятся рядом с детьми будущим поколением. Встречу поддержал министр спорта Сажид Сажидов и другие прославленные борцы из Дагестана. Медалисты Олимпиад Магомед Гасан Абушев, Магомед Хан Арацилов и чемпион мира Курамагомед Курамагомедов. В детстве много проигрывали. Дуалит побед, черт, как мало смотрел, а это все равно. Нужно идти на сцену, вставить. Нужно идти до конца. В мысли, конечно, приходят, может, это не мой вид спорта, но это в детстве. Но поговорим со своим наставником, с премиером, переосмыслив все. Понимаю, что нужно продолжить этот путь, не сломаться, идти до конца. Живые легенды спорта также посетили школу спортивной гимнастики Земфира. Здесь мастер-класс проводила олимпийская чемпионка Сеула Елена Шевченко. В республике она уже в четвертый раз. Титулованная спортсменка видит потенциал и рост наших юных гимнастов. Мне очень нравится. Во-первых, нравится, что зал оборудуется. Каджи Мурат молодец, молодцы. Так понимаю, что да, Министерство спорта тоже помогает. Глаза горят. Они слушают. Им интересно. Они, да, не прислушиваются, они запоминают. Ну, как бы да. Ну, с другой стороны, знаете, я всегда говорю, что это хорошо, когда есть талант. Когда есть талант, какие-то данные, это все хорошо. Но самое главное, что было желание, стремление и не лениться. То есть самого себя заставлять. Да, как бы это вообще по жизни у нас так. Сам себя заставляешь, тогда ты чего-то добиваешься в жизни. Под чутким контролем заслуженного мастера спорта СССР гимнасты выполняют базовые, простые и сложные элементы. Ценные советы от легендарной спортсменки получили около 120 детей. Каждый из них мечтает о больших победах. До олимпийских успехов ребятам пока далеко. Но они уже регулярно выигрывают медали различных республиканских и всероссийских турниров. У тебя есть мечта в этом виде спорта? Да. Какая она? Стать олимпийским чемпионом. Расскажи сейчас, сколько у тебя медалей? Сейчас 8 медалей. 8 медалей? Из этих 8 медалей 2 вторых места. Остальные все золотые? Остальные все золотые, да. Мои любимые упражнения – рандат флекс-альто, перевороты и все такое. Ну, мой любимый снорят – это дорожка. Вместе с Еленой Шевченко с гимнастами пообщались олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Лагунова, а также советник президента Олимпийского комитета Андрей Минцев. Встреча со звездами спорта завершилась фотографированием и автограф-сессией. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин